Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Владимир Василенко возглавил областное министерство энергетики и ЖКХ. Губернатор Дмитрий Азаров формирует новое региональное правительство. Кто еще получил должности министров? В Самаре открыли рабочее движение по путепроводу на улице Земица. Ремонтные работы завершили досрочно. Открыть участок приехала глава города Елена Лапушкина. С чего началась эпоха кино и мультипликации? Все ответы можно узнать на выставке в Самарской детской картинной галерее. Губернатор Дмитрий Азаров формирует новый состав областного правительства. На должность министра труда, занятости и миграционной политики региона назначена Ирина Никишина, которая ранее также занимала этот пост. В ходе собеседования Дмитрий Азаров отметил вклад Ирины Никишиной в выполнение задачи по снижению уровня безработицы. По словам главы региона в Самарской области, сейчас семикратное увеличение вакансий по сравнению с количеством людей, которые ищут работу. Также губернатор Дмитрий Азаров принял решение о назначении министром социально-демографической и семейной политики Региной Воробьевой, которая возглавляла ведомство с октября 2021 года. Глава региона напомнил, что на поддержку семей с детьми выделяется колоссальное финансирование. На будущий год заложили дополнительно около 15 миллиардов рублей. А всего в следующем году на обеспечение мер социальной поддержки семей с детьми планируется выделить 50 миллиардов рублей. Министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области назначен Владимир Василенко. Ранее он занимал пост первого заместителя главы города. Дмитрий Азаров отметил, что за последние годы в сфере энергетики и ЖКХ Самары было многое сделано. По городу, как и по всему региону, фиксируется ежегодное снижение аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном секторе – энергетике, газоснабжении, водоснабжении. Напомним, занимавший ранее должность министра энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов, ранее был назначен заместителем председателя правительства региона. Официально открыто рабочее движение на путепроводе 139-й километр. Подрядная организация справилась со всеми задачами, которые были запланированы на текущий год. И открыть улицу Земица для проезда удалось раньше срока. В торжественной церемонии приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Как преобразился путепровод и что осталось доделать, узнал Михаил Ермоленко. Путепровод 139-й километр на улице Земица – одна из важных транспортных артерий города. Дорога востребована самарцами, в том числе заводчанами, которые трудятся на предприятиях Кировского и промышленного районов. В этой части Самары их немало. Ракетно-космический центр «Прогресс», главные двигатели строительный завод «ОДК Кузнецов» и другие. В апреле участок дороги перекрыли на ремонт. И вот наступила кульминация. На путепроводе открыли рабочее движение. Давно людям обещали, и я искренне рада, что мы выполнили свои обещания, более того, что обещали. Благодарю людей за терпение, что вот они летний период, осенний период потерпели, дали нам возможность спокойно отработать на этом мосту. И в следующем году работы будут продолжены, но это никак уже не будет влиять на дорожное движение, поскольку работы строительные, ремонты будут проводиться под мостом. Несмотря на то, что рабочее движение по путепроводу открыто, контракт на ремонт важного участка рассчитан до 2025 года. По словам представителя подрядной организации, в 2024 специалистам предстоит сделать примерно 15% работ от того объема, который удалось выполнить в текущем году. Нам необходимо на следующий год еще под мостом тоже подремонтировать. Весной начнем доделывать все то, что не успели в этом году. И, соответственно, приводить опоры и окраску в надлежащий год. В этом сезоне в процессе устройства нового высокопрочного покрытия сначала уложили нижний слой, затем верхний. Использовали смесь последнего поколения – ШМА-16. Также специалисты подняли и выровняли пролетные строения, которые до ремонта были в ненормативном состоянии. Кроме того, установили ограждения наверху путепровода. Они разграничат пешеходные зоны и проезжую часть. На дорогу нанесли разметку. Для этого применили горячий термопластик. Привели в порядок и систему освещения. Также на путепроводе смонтировали новые рельсы для трамваев, что позволит вновь открыть движение и для этого вида общественного транспорта. Жители особенно ждали этого момента, который наступит уже в понедельник, 30 октября. Каждый день я здесь подъезжаю, проезжаю. Видно, дорожки сделаны. Дорожек раньше не было пешеходных. То есть пешеходные дорожки, полотно лежит. А само полотно для автомобилиста – это вообще желать лучшего. Я так думаю, можно ездить, уже замечательно нам будет. Я думаю, что и пробок не будет, когда мы будем приезжать сюда на работу. Во время открытия путепровода лучших специалистов наградили почетными грамотами администрации Самары. Эти люди внесли огромный вклад в ремонт участка дороги, что позволило запустить рабочее движение раньше срока. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Расширяют возможности для оказания всесторонней помощи участникам СВО и их семьи. Самарское региональное отделение Фонда защитники Отечества подписало соглашение с Министерством культуры региона. Официальный документ закрепляет то сотрудничество, которое уже давно сложилось между ведомствами. В каком направлении будет продолжена совместная деятельность, расскажем в нашем сюжете. За последние пять месяцев одно из самых популярных обращений в Самарское отделение Фонда защитники Отечества от участников СВО и их семей – это просьба посодействовать в посещении различных культурных событий области. Наибольшим спросом пользуются выставки и спектакли. Чтобы обсудить аспекты этой работы, за круглым столом собрались представители Фонда и регионального Министерства культуры. А также подписали соглашение, которое закрепляет уже налаженное сотрудничество. Мы очень надеемся и ожидаем, что после сегодняшнего мероприятия, после такого внимания со стороны Министерства культуры Самарской области, всех наших крупнейших учреждений культуры, мы действительно будем разрабатывать и реализовывать ряд крупных совместных проектов как на территории и города Самары, Тольятти, так и на территории других муниципалитетов Самарской области. Учреждения культуры активно включаются в организацию мероприятий для бойцов и их детей, приглашают на свои спектакли и концерты, проводят творческие встречи в библиотеках и клубах. Одна из главных миссий в этом вопросе – это создать хорошую, добрую, теплую атмосферу. На встрече присутствовали представители крупнейших учреждений культуры области. Они отмечают, что участники СВО и их семьи уже не раз приходили на концерты и спектакли. Специалисты уверены, что такой культурный досуг заряжает хорошими эмоциями и поднимает боевой дух. Человек – это не только физика, это еще и душа, потому что необходима какая-то разгрузка психологическая, и театр – именно то средство, которое поможет это дать. Также продолжается работа и по творческому обмену с Луганской и Донецкой областями. Их коллективы приезжают выступать в Самарскую область на различные конкурсы и фестивали, а артисты из 63-го региона выезжают с концертными программами, чтобы выступать для жителей Донбасса и участников СВО. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Банк России поднял ставку сразу на 2% пункта до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая прошлого года. По словам экспертов, таким образом Центробанк пытается бороться с инфляцией, которая в сентябре ускорилась до максимальных значений с апреля прошлого года. Рост ключевой ставки вызовет подорожание кредитов для граждан и бизнеса, что может снизить спрос и как результат замедлить рост цен. Кроме этого, каждое повышение ключевой ставки на 1% пункт означает рост расходов бюджета на 200 млрд рублей, включая расходы на обслуживание госдолга и финансирование программ льготного кредитования. Приятный бонус для развития бизнеса. В Самаре продлили срок приема заявок на предоставление грантов по возмещению затрат по кредитам, которые взяли самарские предприниматели на развитие своего дела. Организации могут возместить до 400 тысяч рублей, обратившись в профильный городской департамент до 15 ноября. Наши корреспонденты изучили условия предоставления грантов. От мачты громоотводов для предприятий нефтедобычи до мангалов и лопат для дачников. Все это уже 6 лет производит небольшая самарская компания. Для расширения производства предприниматели взяли кредит. Они давно узнали, что могут возместить проценты, уплаченные по нему в рамках муниципальной программы. Обратились в департамент экономического развития, собрали необходимые документы и получили выплату. Средства планируют вложить в создание сайта для расширения рынка сбыта, а также появление на его базе маркетплейса, чтобы помогать и другим самарским компаниям. Совместно с департаментом мы уже обсуждали эту задумку. В реализации на основе нашего сайта маркетплейса под названием «Феррум», на котором мы постараемся со своей стороны помочь нашим самарским предпринимателям в продвижении их продукции. Также могут поступить и другие предприниматели, зарегистрированные в Самаре. Они могут возместить проценты по кредиту на сумму до 400 тысяч рублей. Важно, чтобы кредит был взят после 1 января 2019 года на сумму более 500 тысяч рублей. Более подробная информация есть на сайте городской администрации и на портале бизнес-платформа.рф. Оставить заявку можно, лично обратившись в департамент до 15 ноября. Рассмотрение заявок и выдача вот этих субсидий происходит по мере поступления документов. То есть в порядке очередности. Поэтому можно всем, кто имеет кредит, обратиться в департамент экономического развития по адресу Галактионовская, 125, и подать заявку на получение данной поддержки и помощи. Эту меру поддержки впервые ввели в прошлом году. Тогда ею воспользовались 63 организации. В этом году грант получили уже 44 компании. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Сергей Баскин, Григорий Пляшаков. События. В Самаре продолжается серия обучающих семинаров в рамках проекта «Мой дом». Для председателей многоквартирных домов на встречах горожане могут задать интересующие вопросы, в том числе в сфере ЖКХ. Накануне семинар прошел в Октябрьском районе областного центра. Подробности в репортаже корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателя МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан Октябрьского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект был создан в 2021 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Его активно поддерживает и развивает администрация города и глава Самары Елена Лапушкина. Ключевой задачей проекта является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении домами. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрация, ЖКХ и управляющих компаний. Они отвечают на вопросы председателей. У всех органов власти есть свои полномочия, свои инструменты и ресурсы для того, чтобы оказывать помощь в подобных ситуациях. Поэтому рассказываем о том, чем мы можем быть им полезны, чем может быть полезна государственная жилищная инспекция и так далее. Ирина Колодко стала председателем совета своего дома совсем недавно, поэтому не пропускает ни одной подобной встречи. Меня очень интересует благоустройство вообще не только двора, а вообще территория, где мы ходим, где мы живем. Потому что мы же не только вокруг дома ходим, мы ходим везде. И вот чтобы было приятно ходить и нам, и жильцам, вообще всем. Вот меня этот вопрос очень интересует. На этот раз на семинаре жителям Октябрьского района рассказали о содержании придомовых территорий, безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. На вопросы отвечали и представители ГЖИ. Такие встречи позволяют горожанам узнавать об изменении законодательства в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и новых инструментах решения возникающих вопросов. Например, многие проблемы жителям многоквартирных домов помогает решать электронная платформа ГИС ЖКХ. ГИС ЖКХ помогает. Помогла наладить уборку в подъездах. Да, управляющая компания у нас немножко забывала об этом. А ГИС ЖКХ нам... Через ГИС ЖКХ мы обратились и нам помогли. ГИС ЖКХ, оно ускоряет на самом деле процесс решения тех или иных проблем, поскольку сроки там для решения достаточно сжатые. И все мы стремимся эти сроки исполнять и соответствовать. В рамках проекта «Мой дом» количество собраний жителей многоквартирных домов, проводимых в онлайн-формате, значительно выросло. Проект «Мой дом» направлен в том числе на повышение прозрачности процедур управления многоквартирными домами, чтобы у жителей не было сомнений в правильности принимаемых решений, коллегиальности их. В этом очень помогают собрания в онлайн-формате, собрания собственников, жильцов. В Октябрьском районе подобные встречи проводятся раз в неделю. Как правило, на них приходят от 30 до 50 человек. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон «Горячая линия» регионального центра поддержки председателя МКД. Его номер 8-800-55-55-263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Зарегистрировать недвижимость, не выезжая в МФЦ или Росреестр. В районных администрациях Самары организуют встречи с собственниками домов, участков и гаражей, которые были оформлены еще до 31 января 1998 года. Такую недвижимость необходимо переоформить. Как это сделать и для чего, расскажет Светлана Кудрявцева. В Самаре продолжается регистрация прав на ранее учтенные объекты недвижимости. К таковым относятся дома, квартиры, земельные участки, оформленные до 31 января 1998 года. Сейчас Управление Росреестра и органы власти выявляют собственников такой недвижимости и приглашают на регистрацию. Оформление прав обеспечит защиту законных интересов, а также снизит потенциальные риски споров с соседями и органами власти. Данные сведения защищают собственника объекта недвижимости от незаконного изъятия либо мошеннических действий. Вместе с тем, при необходимости отчуждения объекта недвижимости должна быть проведена государственная регистрация. Например, собственнику необходимо продать принадлежащий ему земельный участок или квартиру, а сведений об этом нет в реестре недвижимости. При этом у него на руках имеются старые документы, выданные до 1998 года, до создания системы регистрации на территории Самарской области. Сделка может затянуться, либо совсем сорваться. Поэтому прежде чем отчудить объект недвижимости, собственник должен его внести или зарегистрировать право собственности. Чтобы местным жителям было еще удобнее, их приглашают пройти процедуру оформления документов в здании районной администрации. Александр Лисовский много лет проживает в квартире на проспекте Ленина. О том, что документы устарели и нужно пройти перерегистрацию, ни он, ни семья не знали. Ехать в Росрегистр или МФЦ не пришлось. Александра пригласили в местную администрацию недалеко от дома. У нас какие-то были всякие разные документы. Ну и лежали, лежали. А если вот нам не обратились, мы бы, наверное, не пришли. Нам сначала пришло уведомление по почте, что нужно поменять документы на квартиру. Мы пришли с документами, нас приняли документы, потом нам позвонили домой, когда прийти, какое время, какое число. И там был представитель потом с НФЦ еще девушка. И нам четко все оформили. Осталось только сейчас съездить, забрать документы с НФЦ. Пилотный проект по приглашению жителей на выездную регистрацию реализовали в Октябрьском районе. Практика продолжится и в других районных администрациях. Мы рекомендуем тем гражданам, у кого до сих пор еще лежат старые документы, необходимо срочно их найти, прийти с ними к нам в администрацию и провести процедуру регистрации своей недвижимости. Если не провести процедуру регистрации объекта, он может быть признан безхозяином с последующей передачей в муниципальную собственность. Самарская область входит в пятерку лидеров Приволжского федерального округа. По результатам проведенных мероприятий по состоянию на 1 октября актуализировано более 58 тысяч объектов. На основании решений органов местного самоуправления в Реестр недвижимости внесены сведения о выявленных правообладателях 4185 ранее учтенных объектов недвижимости. Более 54 тысяч ранее учтенных объектов сняли с кадастрового учета. Кроме того, более 29 тысяч ранее возникших прав зарегистрировали по инициативе владельцев объектов недвижимости на основании акта осмотра. Таким образом, отработано 68% всего запланированного объема. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Сегодня в Самаре прошел региональный чемпионат Самарской области по оказанию первой помощи. Свои знания и навыки демонстрировали ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Это итог реализации в регионе всероссийского проекта «Первая помощь». Победителя представит регион на всероссийском чемпионате. Подробности далее. Участниками чемпионата стали подростки в возрасте от 14 до 17 лет, прошедшие мастер-класс по оказанию доврачебной помощи и победившие в чемпионатах в территориальных управлениях. Более 70 человек разделились на 13 команд, по одной от каждого территориального управления. У нас ребята прошли очень много этапов. Первый этап они смотрели базовый видеокурс, базовый урок со своим учителем, педагогом. Второй этап они проходили мастер-класс с профессиональным инструктором, учились сердечно-легочной реанимации и приемом Геймлиха. Третий этап у них были соревнования, чемпионаты территориального управления. Я считаю, что проведение подобных предприятий и вообще обучение первой помощи, это чрезвычайно нужно именно сейчас в направлении работы. Потому что это и есть воспитание в молодых людях гражданственности, воспитание служения, воспитание чувства взаимной помощи, взаимной выручки. Это важно всегда, а сейчас важно особенно. Дмитрий Антонов приехал на чемпионат из села Елховка. После школы мечтает поступить в мединститут, а сейчас надеется на победу. Первый этап проходил в Красном Яре, мы заняли первое место и прошли на Самару. У нас в школе с недавних пор есть два манекена для сердечно-легочной реанимации и для отработки приема Геймлиха. По ним мы занимались. Лучшие команды представит регион на всероссийском чемпионате по первой помощи, который пройдет в Москве в ноябре. Виктория Шарая, Сергей Баскин, События. Узнать о правильной утилизации мусора и стать эко-активистами. Самарский дом молодежи провел ежегодную серию лекций «Неделя без бумаги». Среди слушателей – самарские студенты, которым не безразлична судьба экологии в регионе. Они пообщались с экспертами и получили возможность присоединиться к движению, которое учит бережной заботе о своей природе. Подробности в нашем материале. Всего пару секретов помогут сделать экологическую ситуацию в городе лучше. Об этих секретах самарским студентам рассказали специалисты профильного отдела компании, которая занимается вывозом различных отходов. Сортировать мусор, бережно относиться к расходу воды и электричества, сдавать макулатуру на переработку – именно это может сделать каждый житель города. А с таких малых вещей начинается большая забота о природе. Даже вот ребята, которые сегодня присутствуют на данном мероприятии, они вдохновятся, что вот наша как раз задача сегодня – вдохновить их на введение в свою жизнь каких-то простых действий, которые помогут добиться хороших, надеюсь, результатов в будущем. Эта беседа стала частью ежегодной серии лекций «Неделя без бумаги» от Самарского дома молодежи. Они регулярно организовывают различные акции на экологическую тематику. Зимой в основном это теоретическая часть, а весной и летом – практическая – выходы на субботники. Главная задача – рассказать молодым людям, что такое экоактивизм и почему так важно бережно относиться к природе. Экоактивист – это тот человек, который помогает улучшить экологическую обстановку в нашем городе. Также к ним можно отнести эко-добровольцев, которые как раз-таки участвуют в мероприятиях, направленных напрямую на улучшение экологической обстановки. На протяжении всего года специалисты Самарского дома молодежи открыты к диалогу и готовы рассказывать об экологическом движении каждому, кто изъявит желание к нему присоединиться. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. С чего началась эпоха кино и мультипликации? Ответ на этот вопрос узнали ученики одной из школ города во время визита в детскую картинную галерею. Здесь в залах разместилась выставка «Пресс-синема». Экспонаты 19-20 веков, аппараты, которые позволяли смотреть небольшие кусочки анимации до появления кинематографа, проекционное оборудование, игрушки и многое другое. Увидела выставку и наша съемочная группа. Выставка «Пресс-синема» – это шанс прикоснуться к истокам анимации. В экспозиции все те открытия, которые позволили создать технологию кино. Каждый аппарат рассказывает историю от проецирования образа и изобретения фотографии до первого публичного кинопоказа «Братьев Люмьер». Все экспонаты искали и собирали два брата-коллекционера из Казани на протяжении 10 лет. Экспозицию также дополняют интерактивные модели, с которыми можно взаимодействовать. Все, что вы видите в витринах – это подлинные предметы. Самые ранние относятся к концу XVIII-19 века. А все, что можно покрутить, посмотреть, поворощать – это все современные копии, которые помогают понять нам принцип, лежащий в основе разных оптических игрушек. На выставке представлено более 50 уникальных экспонатов, и это самая большая коллекция в России. Подлинные старинные оптические приборы и игрушки в таком объеме в Самаре показывают впервые. После запуска механизмов юные зрители приходят в восторг. Мультфильм «Девочка прыгает через какао». Посмотрите, ребят, для мильюризона полгода могут трудиться для того, чтобы 15 минут мультфильма нас порадовали. Он сам придумал сюжет, вручную рисовал. Очень даже понравился зеркальный театр, вот этот вот, который сейчас был у нас. И очень даже интересно было вот про лошадь, когда там она двигалась. Увидеть экспозицию можно до 19 ноября, в том числе во время «Ночи искусств», которая пройдет 4 числа по всей Самаре. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Аналитики «Яндекс.Путешествия» опросили россиян, чтобы узнать, занимаются ли они горнолыжным спортом. Оказалось, что положительно ответили треть опрошенных. При этом из них 38% ездят на горнолыжные курорты как минимум один раз в сезон. А еще 30% – несколько раз. Лыжников среди респондентов в три раза больше, чем сноубордистов. В бюджет на поездку на горнолыжные курорты откладывают от 50 до 100 тысяч рублей. 90% любителей горнолыжного спорта предпочитают отечественные курорты. 5% посещают только зарубежные, еще столько же катаются и там, и там. По результатам опроса лучшими горнолыжными курортами россияне назвали склоны на Красной Поляне – Ширигеш, Белокуриху, Наалтае, Дамбай и Архыз. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Стартовало народное голосование за финалистов международной премии «Мы вместе-2023». За победу будут бороться 128 лучших социальных проектов из 48 регионов России. От Самарской области в финал вышли два проекта – бесплатная экскурсия по Самаре «Гостеприимный горожанин» и инклюзивный блок «Город возможностей». Чтобы поддержать земляков, нужно зарегистрироваться на платформе «Добро.РФ», зайти на сайт премии, выбрать проект и проголосовать. Информирует сайт городской администрации «Вести с Дворянской». Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары в своем телеграм-канале напоминает, что студентам, обучающимся по программам высшего медицинского образования по договору целевого обучения, предоставляется ежемесячная выплата. Для ее оформления можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. Молодежному центру «Диалог» исполнилось 26 лет, сообщает телеграм-канал Куйбышевского района. Это первый помощник при подготовке районных мероприятий самых разных уровней. Именно талантливых сотрудников центра жители видят на праздниках ведущими и аниматорами, диджеями и организаторами. Эти ребята готовы каждый день превратить в маленький, но праздник. Авторы канала желают диалогу удачи, процветания и вдохновения. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова